Товарищи, тема сегодняшнего семинара На котором хорошо бы выступить всем и каждому Это борьба рабочего класса за развитие России Могут спросить, а почему только рабочего класса, тем более что здесь рабочих в общем-то не густо Потому что именно рабочий класс и только рабочий класс может стать могильщиком капитара и создателем нового общества Все остальные интеллигенты, представители наиболее прогрессивной буржуазии и так далее Они могут помогать в этом рабочему классу Их деятельность в этом будет успешной только в том случае, если они встанут на позиции рабочего класса В этом смысле, кроме рабочего класса, никто эту задачу не решит И могут еще спросить, а почему, так сказать, за развитие России, а вот не за революцию там сразу и так далее Значит, революция, как мы знаем, это скачок в общественном развитии А в целом развитии оно необходимо подразумевает в себе как периоды эволюционного, постепенного развития, накопления определенных тенденций Так и последующее скачкообразное развитие событий, когда накопится определенная критическая масса этих вот самых тенденций И подготавливать почву для будущей революции необходимо сейчас И эта работа, она такая, может быть, неприметная, в каком-то смысле эволюционная Но без нее не будет успешного скачка в развитии революции социальной, которая приведет в конечном итоге к построению коммунистического общества Значит, ну а как вот вести эту борьбу? Какие вот мысли по этому поводу? Я прошу товарищей, кто скоро у нас сегодня семинар высказаться Кто начнет? Все стесняются Тут у нас есть специалист по теории революции, Виктория сидит Виктория, сам ли у вас в случае есть? Давайте, рассказывайте Вот аплодисменты уже получила, Виктория Победа, победа Вы знаете, откуда я? Не могу Не позволяет мне Что значит не могу? Что значит не могу? Значит, какую работу-то надо вот сейчас проводить? Что делать, чтобы стронулись общественные процессы? Может, работа уже и проводится в каком-то смысле И идут в нужном направлении У нас есть правы, которые на ЛМЗ много-много отработали лет Какой у вас стар? 35 лет О, 35 лет Надо бы посоветоваться Да, вот Посоветовать Так что пропаганда? Может ли Какая пропаганда? Может ли мы выяснили вопрос А что кроме пропаганды сейчас можно делать? Пропаганда Значит, пропаганда Это, опять же, она сводится К разъяснению того, что делать Дерать не только пропаганду Рабочее движение, Владимир Дмитриевич Разве сводится только к пропаганде Такое понятие, как забастовка, вы слышали? Это пропаганда? И сколько ее забастовки тут у нас? Сколько бы ни было, но В такая форма-то она есть Это вопрос, который вы задаете Пропаганды нету Пропаганды, надо сказать Грамотной пропаганды Очень мало Тем более Ну так тем более Так что тем более-то Выйдите, скажите Покажитесь Ты не ставишь Павел Матвеевич Вы личико-то покажите Идите сюда Нет у нас пропаганды У нас даже с рабочими не разговариваем У вас нету, так вы идите сюда Скажите, что вы думаете по этому поводу Вы выйдите сюда и расскажите Как надо строить пропаганду С рабочими Вот мы там, говоря, завтра Идем к заводу Вот целый ряд здесь присутствующих товарищей Раздавать газеты Это не пропаганда Все уже Это все уже А что вы предлагаете? Листочки раздал и все Вот это, товарищи Телезрители То, чем отличается пустая бортовня От реальной пропаганды мы видим Вот это вот Ты еще ничего не сказала пропаганда А уже говоришь Был там нет Мы 20 лет вот так вот, как ты За столом Нет А у завода ничего там нету Вы в него пройдете Отдадите и все И пошли Это туда, это туда Во-первых, не на всех заводах ничего нету У нас есть предприятие в Ленинграде Если вы этого не знаете Стоя у гостиного исключительно То это не значит, что этого нету И что там? Нету там ничего Я узнал движение в Ленинграде Возле посадка Вы постоите, что зайдетесь У вас нету рабочего движения А в Ленинграде оно есть На семинаре надо прекратить разговоры с места Да, давайте, и сюда их замаркайте Нет, я не хочу даже Ну, ваше в порядке Ну, так тогда и сидите тихо Не там, не это самое Значит, это неправильно, конечно же В Ленинграде есть рабочее движение Где он? И на входе Владимир, не мешаете ли вы это самое? Куда нет? Все, все, все Это самое У нас есть Что там есть? Российский профсоюз докеров Есть морской порт Где последняя крупная забастовка была Хотя в 2005 году Но коллективные действия возникают там всякий раз Каждые три года Когда возникает потребность Перезаключить коллективный договор И даже в промежутках между этими событиями Забастовка на ПКТ На первом катерном терминале Продолжается Какая забастовка? Забастовка По коллективному договору Тихая Ни закрытая Ни какая, ни тихая Ни закрытая Забастовка Прекращение работы может быть возобновлено А забастовка продолжается И во время забастовки действует соответствующий порядок Который является сам по себе уже завоеванием бастовки Михаил Алексеевич, место не надо Давайте, выходите Рассказывайте Ну я выведу еще Ну попросите Заводчик Который реально на заводах работали И между прочим Вступали в запасовочную борьбу И занимались не только пропагандой Я вот имею в виду Нашего уважаемого Рассказывайте Давайте Давайте Что получилось Получилось то, что я заводил Это обычное явление Туда-сюда Про союз мы создали В Россию в 2006 году Принял нас сначала В общем-то неплохо То есть начальство Сразу не сообразило Что это Что-то Чем-то грозит Но По прошествии там Нескольких месяцев По прошествии На какой создали? Защита Это на каком предприятии? На электросиле Силовые машины Силовые машины Теперь это электросилы ЛМЗ И Объединены Майдашок у нас Поздравляю, хороший олигарх Да? Да Да Куда Поэтому Хороший что Да Ну да Ну да Ну да Которую ты не услышал А ты про олигарха Ну в общем Через несколько месяцев У нас Заменили Начальника цеха За то, что он позволил нам Собраться Организоваться За это Просмотрел такое Нехорошее дело Ну и потом что В листовке мы начали От газеты нашей Трудовую Россию Распространять И подбивать людей Значит на Выступление Такие Ну нарушение там Охраны труда То есть никакой охраны там нет Из-за повышения Заработной платы Ежегодная Вот единственное Что мы А еще Ну это тоже К охране относится Кое-что у нас там получилось В самом начале И за Несение Значит Своих Предложений В коллективный договор Поначалу нас пригласили Даже Когда разрабатывался Значит новый На Девятый Девятый Одиннадцатый год Вот так по моему Коллективный договор Не советовались еще Ну а когда Ну короче стали Считать что мы Мешаем работе Тем что Рабочие к нам Обращаются И такие разговоры ведутся По всему Требования Кое-какие Выдвигаются Дирекция значит А когда Мордашов пришел Ну тут уже Конечно Мочила Началась По поводу То есть Надо было Убрать Нас Вообще Чтобы Корешков Никаких Не осталось Именно Даже Предлагалось Ну то есть Кого Увольняли Вот То есть Любой Квалификации Рабочего Он Не нужен Мордашову Господину Нужны Рабы Только Рабы Чтобы Не вякали Сидели Никаких Вступлений Так вот Тех Само Местное Начальство Которое Давно Работает Она Само Понимает Что она Делает Что-то Не то И даже В сокращаемом Рабочем Они даже Места Сами Скали Могли Устроить На Другое Место И Выплотить Там Как Горбачева Володя Уникальнейший Станок На ЛМЗ Единственный В России И Токарь Высшего Разряда Не Нужен Такой А Кто Сейчас Станком А Его По-моему Вообще Разрезают Люди В стране Не знают Это На всю Страну Идет Сейчас Запись О господи Вы Меня Пугает Я Все Забыла На ЛМЗ На Заводе 202 Церк Собралось 117 Человек Провели Собрание Выдвинули Свои Требования Руководству В общем Вся Верхушка Кто Володя Горбачев И еще Там Семеро Человек Кузнецов Ну да Кузнецов Тоже Володя Ну Володя Пора Повез Чуть Погромче Потому Что Не Слышно Будет Просто Люди Высшей Квалификации С зарплатой До 150 Тысяч Тем Не Не Они Значит Организовались Требования Свои По-другому Чтобы Расчет Велся И Насчет Безобразие Которое Начальство Они Видели Против Этого В общем Ничего Там Страшного В этом Не было В требования Все Нормально Ну И сразу Такое Давление Началось То есть Сократить Всех Этих Людей Сократили Цех Вообще Прикончили Считай Что Пришел Какой-то Новый Менеджер От От Дашова Так Сказала Это Что Тут За Металлолом Цех Мелкой Обработки Какой-то Там Убрать Все Это Вообще Уничтожить Его По-моему Сейчас Теперь Нет Володя Кузнецов Предложили Ему Тоже Удалиться Говорит Или Начальнику Придется Уходить С работы Потому Что Ну Приказано Просто Убрать Все Этих Людей Которые Участвовали В этом Собрании И вот Володю Горбачева За 700 Тысяч Выплатили Ну Это В общем-то Не так И много Но 150 Было Считай Что Ему Там За Несколько Месяцев Заплатили А мог Бы За год Ему Заплатили Просто Он В таком Положении Находился У него Трое Детей И Ипотека Пригрозили И он Согласился На это Уйти Вот Ну А Кузнецову Вообще 200 тысяч По-моему Он Не смог Выдержать Просто Того Что Его Посадили Именно В цехе В простой Вывели И Вот Чтобы На него Вызывало Раздражение Он Этого Не Ушел А я Продержалась Практически Два Года И Полгода Из них Когда Меня Перевели На С электросином На ЛМЗ Посадили В одиночную Эту Камеру Считай Что Залеплено Значит Окно Высшей Головы Дверь Мне не Разрешали Открывать Стол Стул И все Ну Комната Правда Такая Довольно Большая В дверях Там Окошечко Такое Было Раньше Колодовая Там Была Я Его Приоткрывала И Вот Однажды Я Прихожу А Окошечко Завенчено Вот Такими Шурупами Вот Так По всему Чтобы Я Его Не Открывала И Вот Когда Я Повесила Листочек Туда Что Я Нахожу Так Я Через Акушечко Все Так Обращались Люди И Знали Профсоюз Здесь Все Так Находится Просто Так Вот За Это Мне За Этот Листочек Что Я Дело Что Председатель Рабочий Профсоюз Защита Находится Вот На Этой Территории За Это Мне Был Объявлен Выговор У Угрожали Мне Значит У Забыла Как я сказала Грохнуть Грохнуть Мне Обещали Такого Профсоюза Нет И не Будет Рабочего Профсоюза Быть Не Должно Я Сказала Что Будет За Этого Мне Обещали Друг Ну И После Этого Я Пожаловалась Так Сказать Написала Что Меня Угрожают Расследовали Якобы Ничего Конечно Не Нашли Милиция Назовы Милиция Надо Было Да В общем Ничем Это Не Закончилось Ни того И Человека Хотела Привлечь Ну И После Этого Суды Суды Все Мы Проиграли Сейчас Федеральный Только Суд Остался Ну То То Есть От Профсоюза Осталось Там Несколько Человек Он Есть У Нас Конечно Но Только За Территорией Завода Я Сейчас Михаил Васильевич Рассказывал Приголосал Меня Этот С Дирекцией По Персоналу Который Занимался Именно Моим Увольнением И Семьи Этими Не Знаю Что Если Не Сказать Пригласил И Вот Выяснял Кабинет Значит Меня Пригласил Когда Газеты Раздавали Чаем Напоил И Выяснял Что Я Собираюсь Делать То То Чувствует Что Подло Сделано Подставили Так За Участие В инспекции С инспекцией С госинспекцией По труду Которую Мы Вызывали На завод Электросилы Там Был Открыт Участок Новый Термист Там Ванны Масляные Какие-то Их Распределили Там Между Двумя Печами И Молотом В кузнечницах У них Там Свои Как Назвать Льготы Какие-то Должны Быть Открыть Большой И Что-то Там Еще Должно Быть А Их Никаких Льгот То Если Там Все Кто Работает В кузнице У них 52 Там Или 48 Дни Отпуск А у Этих То есть Условия Ему Худшили А Льготы Все Сняты И Вот По этому Поводу Они Обратились К нам Профсоюз Наш Защиту Мы Написали Госинспекцию И Вот Эта Госинспекция Выездную Значит Сделала С Комиссией Инспектор Выехала Туда На Вет Тросил И Пригласила Меня туда Участвовать В этом В этой Комиссии Я думала Знает Что делает Все Таки Госинспекции Вот А получилось Что Они Меня Просто Подставили То есть Меня Туда На Электросил Не допускают Участвовать В этой Инспекции Говорят Чтобы я Вышла Обязательно У меня Туда Пропуск Это Майор По договору Рабочее место Считается На Электросиле А я За полтора Чита Езжу На ЛМЗ Чтобы посидеть Там В закрытой Комнате Восемь часов У меня был Оформлен Отпуск На один день За свой счет И дополнительно Я Значит Вечером Сказала Что завтра Что завтра Участвую В этой Инспекции Но Так как Меня Не допустили С инспектором Вместе Сказали Иначе Мне Заблокируют Пропуск Если Я Не Выйду Я Вышла Пропуск Меня Все равно Заблокировали И Началась Вот Эта Компания Уже По Увольнению За нарушение Страшное Такое Режим Азыч Какое Нарушение За Прогул Более Четырёв То Что Вы Не На Эрмазе Были А На Электросиге С Инспектором Да За То Что Я Собиралась Участвовать В этой Инспекции По Приглашению Инспектора По Приглашению Инспектора Да Но Она Не Внесла Меня Ни В Какие Бумаги В голову Это Не Придёт Что Инспектор Сама Может Так Подставить Потому Что Когда Вызвали Её В суд Она Сказала Что Моё Присутствие Было Не Обязательно То То Она Могла Его И Сама Провести Эту Инспекцию А Я С Не Хотела Пойти Потому Что Хотела Её Не Доведут До Места Завернёт Её Могли Показать Всё Что Угодно И Конечно Всё Не Довели Её Конечно До Рабочих Она Никого Не Видела Тем Не Менее Она Нашла Нарушения Эти Всё Да Благодарность Мне Написали В Зинспекции Да За то Что Я Значит Вот Это Вскрыли Вроде Как По Нашему Обращению Но Тем Не Менее За То Что Я Вышла Оттуда Полдесятого Девять Часов У нас Встреча Была И Чтобы Доехать До МС Я Сразу Вышла И Поехала Сюда Но Мне Более Полутора Часов Надо Добираться И Я Опаздываю Ну Там Получилось На Несколько Минут Что Я Ну Свыше Четырех Часов Вот Это Мне Было Пределение Ужасно А как Свыше Четырех Часов И Через Четыре Часа Обед Нет Не Не Вы Наверное После Начала Обеда Приехали У вас Когда Обед С Четыре Директор И Просил Ну Тогда Так Не Называли Генеральный Директор И Просил Люди Тенились Меня Буквально Советская Вред То есть Вот Сейчас Пришли Гроб Менеджеры И Именно Этим Объясняется Уничтожение Ведь Электросеры Сейчас Почти Нет Да То есть Пришли Уничтожители Мордашов Это Уничтожитель Крупных Оборонных Предприятий Ему Не нужно Даже Сименс Пратит За то Чтобы Его Изничтожить За Тринадцатый У него Год За Четырнадцать Тринадцать С половиной Миллиардов Чистыми Положил В карманы И На Кипре У него Там Были Где-то А Производство Уничтожить Это Прям Навязчивая Такая Идея Уничтожить Исё Никакого Возрождения Никакого Восстановления Даже Думать Ничего Это Вот Сейчас Рогозин Ещё Появился Написали Рогозин Не знаю Что-то Связано Как-то С этим Но Приезжал На завод И вроде Как Прещено Вот это Продавать Землю Электросиры Там Уже Дома Стоят На месте Электросиры Одна Сторона А вторая Там Много На второй Стороне Да Ну да Достаточно Около Двух Тысяч Народа Осталось Это Пятидесяти Сколько всего Сейчас На Эрмазе Работает Вот На этой площадке На Эрмазе Серовых Машин Я не знаю Но в общем На четырех На всех Осталось Около Трех тысяч Как на четырех Это и на Эрмазе На электросире Турбинных лопаток И еще Все время забываем Еще В общем Четыре Четыре Предприятия Невский турбинный завод Ну турбины Вот это Девяткино А Там еще Девяткино У вас А еще Где-то здесь В городе Тоже Забывая Все В общем Четыре Предприятия То есть Три тысячи На всех А раньше На электросире На одной Сколько работали На одной Электросире Сейчас Вот правда Этот Ручинов Господин Говорит Что О Это Десять тысяч Было А я вот Помню Эту цифру У нас Это книжечка Такая В Белинной Там есть До пятидесяти тысяч Было На одной Электросире На одной Электросире Да На Демосковском Ну даже пусть Десять Было На ЛМЗ Восемнадцать тысяч Было У меня Знакомый Там В конторе А сейчас Шесть тысяч Больше Тридцати пяти Сейчас Тоже Около Двух Тысяч Вот Такие Вот Цифры Было Восемнадцать Сейчас Шесть тысяч Не знаю Именно На ЛМЗ Да Они Работали На экспорт Давали Так Сейчас На экспорт Только В основном Работают Ну И Для Саяна Шушинской Вроде Делали Мы Выгоряли Спасибо Вам Большое Ну вот Видно Что Неудачи Профсоюзного Движения Рабочего Движения Они Обусловлены В большинстве Случаев Тем Что Современные Руководители Перед Современными Руководителями Поставлена Даже Не задача Получения Всемирной Прибыли Капиталистической И развития Предприятий Для этой цели А поставлена Задача Прямого Уничтожения Предприятий В угоду Иностранным Конкурентам В данном Случае Сименсу Фирма Сименс Она Вообще Известна Своей спецификой Она активно Очень Гитлера Поддерживана И привела Власть Во многом Так сказать Наибольшую активность Проявила В начале 30-х годов И она Известна Своей активностью По работе С правительствами Самых разных Стран После чего Эти правительства Начинают Очень активно Этой фирме Помогать И содействовать У нас Как мы знаем Фирма Сименс Не только Эти производства Загубира Она Загубира Проект Сокор Высокоскоростного Поезда Вместо него Сапсан Ходит Эти росточки Электрички Скоростные Тоже фирмы Сименс То есть Фирма Специфическая И вот Рабочих Бабушкин Василий Иван Васильевич Бабушкин В свое время 100 рублей Получал В месяц Что для начала 20 века В России Были Красальные Деньги Вот И Развитие И пока И не имеют Сохранение Производства Это Вообще Говоря Необходимые Условия Успешной Профсоюзной Борьбы Если мы Посмотрим На наиболее Активные Профсоюзы У нас В городе Это Докеры Это Профсоюзы На автомобильных Производствах Форд Ниссан И так далее Это Авиадиспетчеры Сейчас Более-менее Активные Становятся И Профсоюз Летного Состава Вот Они Выступали На митинге 1 мая Это Все Высокооплачиваемые Работники На производствах Которые Но если Не развиваются То По крайней мере Сохраняются Вот Это Вот Такой Тоже Вывод Существенный Еще Кто-то Может Хочешь Что-то сказать Михаил Васильевич Пожалуйста Мне тоже Хотел бы Поделиться Да Думаю Слушайте Хотел бы Поделиться Тоже Своими Мыслями С этим Рассказом И Про Весь Анализ О О чем Мы Должны И Какие Выводы Сделать Из Этого Но Я думаю Что Мы Должны Видеть Если Мы Сегодня Проводим Итоговый Семинар Видеть Общую Картину Профсоюзной Борьбы И борьбы Рабочего Класса В масштабах России Значит Первый Вывод Который Мы должны Сделать Мне кажется Из этого Рассказа Что Вот То Что Объявлено У нас В теме Что Это Борьба Рабочего Класса За Развитие России Надо И понимать Это Как Классовую Борьбу А не Думать Наивно Что Мы Обратимся В суд Который Является Органом Решим Или Что Мы Будем Надеяться На Доброту Наших Хозяев А над Ними Стоит Еще Хозяин А над Чем Хозяином Стоит Может Заокеанский Хозяин То Есть Надо Понимать Что Это То О чем Мы Поставили Вопрос Это Не Фигура Речи Это Борьба Рабочего Класса Это На самом деле Классовая Борьба И Относиться К ней Надо Как Классовую Борьбе Я Хочу Сказать Что Второй Вывод Отсюда Надо Сделать Такой А Те Люди Которые Относятся Как Классовой Борьбе Они Не Попадают В Такую Ситуацию Хотя Я Могу Привести Картину Которая Не Проверяет То Что Здесь Говорилось Но Только Еще Подчеркивает Вот Летом По Приглашению Российского Процесса Докера По Договоренности Председателя Правкома Порта Восточной И вот Что Хочу Вам Рассказать Значит Товарищи Действовали Соответственно Коллективному Договору Распределяли Там Подарки И Кое-какие Денежные Средства Распределяли Не оформив Ведомостей Там По 500 Рублей Выдавали Премию К Новому Году Не оформив Бумаги Соответствующие Вот Иванов Получил Вот Ведомость Получил Премию Петров Получил Выдали Женщине Которую Раздавали По 500 Рублей Ну И эти Таскать Все Бумажки Убрали Ну А Вы Наверное Уже Заметили Что Каждый Шаг Вот Список Не включили А Все Значит Вы Никто Вас Не Приглашал Мало Лишь Что Вы Говорите Что Приглашал Мало Лишь Что Она Говорит Где Бумаги Нет Бумаг Все Как Действуют Соответствующие органы Буржуазного государства Без бумажки Все Этого факта Нет И вот Я присутствую На этом самом Доседании Суда Выступают В качестве Свидетелей Вот Те женщины Которые Распределяли Их спрашивают Скажите Пожалуйста Чьи это Деньги Ну До этого Я как Свидетель На суде Рассказывал Что это Деньги По Критиному Договору Они Перечислены Соответственно Культура Массовую Спортивно Здоровительную Работу Они Перечислены На счет Профсоюзного Комитета Это Деньги Профсоюзные Если Хочет Работодатель Их Контролировать Он Пусть Приходит На Профсоюзный Комитет На Профсоюзное Собрание На Профсоюзную Конференцию Обращается Может быть В контрольную Комиссию Профсоюзную И так далее Это Деньги Это Не Работодатели И вот Эти Замечательные Работницы Которые Вполне Доброслой Не Представляя Что идет На самом деле Жесточай Своя Борьба Классовая И Люди Которые Я не знаю Как их готовили То Если Я Кого-то Приглашаю Свидетелем Так Я Что он Понимает В том Что он Говорит Значит Вот так Председатель Тот самый Председатель Которого Судят И Бухгалтер Которые Судят Видимо Так Приглашали Свидетели Которые Выступают Здесь И уже В моем Присутствии А как Свидетель Там Сказать Ничего Не Могу Я Сижу И Все Оказываются Свидетели Которые Выступали До Этого Так Значит Судя Говорит До Зала Судеб Судебного Свободны И Можно Было Там Находиться После Выступления Свидетелем А другие Кстати Члены Профсоюза Могли Там Присутствовать Никого Я Там Не Видел Кроме А Тех Кто Сказал Два Слова И Спросил Судья В Итоге Вот Приезжает Человек Из Ленинграда И Говорю Что Это Деньги Меня Судья Спрашивает Это Деньги Профсоюз Прокуратура Взражает Работодатель Взражает Что тут Непонятного Есть Коллективный Договор Это Юридический Документ Локально Нормативный Акт Деньги Перечисляются Они Находятся В Собственности Профсоюза Профсоюз Действует В Соответствии С Коллективным Договором То есть Действует Строго По Закону Вызывает Свидетелей Свидетелей Не вызывает Их Пригласил Профсоюз Комитет И эти Приглашенные Свидетельницы Одна Потом За ней Вторая И Причем И первая Ушла И вторая Ушла Я широк Она Уходит Говорят Что Это Деньги Работодателя Представьте Есте Ситуацию Обвинили Председателя Профсоюз Комитета В Расстрати В Присвоении Чужих Средств И На сегодняшний Деньги Суд Присудил Три С половиной Ввода Колонии Так что Это Очень Хороший И Частливый Случай То есть Надо Понимать Вот Я думаю Первый Ввод Что Во-первых Надо Понимать Что Это Классовая Борьба А Не И И Надо К Каждому Действию Готовиться Очень Тщательно Очень Тщательно Я Никто Ничего Не Будет Говорить Вот Мы Должны Знать И Понимать Что И Это Классовая Борьба Если Вы Понимаете Такой Классовый Это Разновидность Войны Вы Идете На Войну А Берете Палки То Не Готовитесь Как Следует Не Проводите Обучение Где Тут Люди Учатся У нас Здорово Люди Учатся Конечно Разбитые Армии Хорошо Учатся Такая Поговорка С удовольствием Слушайте С вниманием Ну а Другие Товарищи Которые Не попали В такую Ситуацию Пусть На Этом На Учатся На Этом Пример А Товарищи Тихонов Теперь Находится В местах Не Столь Отдаленных Второй Инстанции Еще Не Был Какие-то Гарантии Что Вторая Инстанция Примет Речения Тоже Нет Правда Вы Проталили Вторую Инстанцию Ну мы же Тоже Понимаем То есть Выиграть В буржуазном Суде Ну можно Вот Димитров Выиграл В фруте Гитлера Вот Герасимов Выиграл В суде Против Работодателя Это Редкий Случай То есть Это Исключение Из правила А не Правила Надеяться Надо На Свою Собственную Силу А Как Набирают Силу Я Хочу Сказать Что Те же Докеры Ленинградские Которых Несколько Никуда Не сунешься Без бумаги Или Скажем Приходит Человек Из прокуратуры Глядите Список Членов Профсоюза Говорит Не дам Как Не дадите А он Так Что Нет У нас Права Чтобы Вы Брали Список Членов Профсоюза И Нужно Ли Вообще Сообщать Что У вас Есть Профсоюз Вот Докеры Хотели Расширить Свою Организацию Нашу Санкт-Петербургский В лесном порту Набрали Сорок Человек Втайне Втайне Сорок Человек Почему Втайне Потому что Если у вас Меньшинство То оттого Что вы Обнародите Что мы Есть Профсоюз Это В том Что вы Вышли На площадь Безоружную И сказали Бейте Нас Вас Начали Бить А зачем То есть Надо Сделать Так Чтобы На вашей стороне Было В чем Большинство В чем Организации По отношению К нашим Товарищам Которые Работают В Сарове Говорили Что если Это Профсоюз Маленький Защита То он Должен Первым Озаботиться Не о выступлении А первым Озаботиться Должен О привлечении На свою сторону Большинство Никуда Не надо С требованием Выступать Кто вы Такие Будете Выступать Вот я Выхожу На бой Против меня 100 человек Вооруженных А я Говорю Я вот Сейчас Требую От вас Вот этого Ну Схрутили Меня Это Который Требует Весь Разговор Что Собственно Вот Нам Продемонстрировано Сейчас И в этом Смысл Рассказ У нас 154 Это Ничто 154 Вот Мы Только Что Мы С Иваном Михайловичем Были В Егиде Тоже Там Рассказывали Товарищи Выступайте За Разных Ленинградских Профсоюзов Самых Разных Отраслей И Рассказывают С Контакт Не с работодателем А как Найти контакт С работниками Как получить Большинство За что Получится Большинство За то Что Выгодно Этим Работникам Поэтому Первое Чем Надо Заниматься Это Составить Свой Не куда-то Что-то Вставлять Проект Коррективного Договора И Такой Проект Который Который Будет Значительно Улучшать Положение И Такой Который Будет Содержать Такие Пункты В том Слыш По Условиям Труда По Охране Труда По Вред По Тому Чтобы Были Записаны Соответствующие Места Где Вредности Вредными Аппо А там Где Нет Вредности Невредными Чтобы Были Там Отпуска Соответствующие И так Далее Как У Докеров Было По 55 Дней У Отпуска Были Которые Они В один Прекрасный Момент На Переговорах Решили Сменять На Зарплату А Инфляция Зарплаты Села И Стали У них Опять Маленькие Отпуска А Было У них Такое Полезен В Цехан Дойти И там Получается Одобрение Этого Дела И пока Не получишь Одобрение Большинства Никакая Битва Здесь Ни к чему Не приведет Она Приведет К раздробу Я хочу Сказать Что Вот так Действовали Докеры И мы Скажем Коллективный Заговор Проект Не Просто Выходили С ним А Каждому Давали Каждому Свой Проект Коллектив Каждому Напечатали Столько Чтобы У каждого Был Проект Ну или По крайней мере Надо Сделать Страницы Полторы Страницы Полторы Где У каждого Вот он Мог прочитать За что Предлагается Выступать При этом Люди Из другого Профсоюза Не члены Профсоюза За коллективный Договор Это Должны Выступать Тогда Этот Самый Работодатель Столкнулся С тем Что Коллектив На одной Стороне А ему Пойти Против Коллектива Всего Тяжело А если Это Изолированная Группа Значит Про Этих Товарищей Из Лесного Порта Их В один Прекрасный Уволили Суд Восстановил Их Снова Уволили Суд Восстановил А они Ужили на Другую Волю Выскооплаченную Работу С ними Как говорится С зачинщиками Ничего Не произошло Но Вот То Что Вы Рассказывали И По отношению К докерам Когда Они Попытались Расширить Свою Организацию Еще На Одно Подразделение Очень важное У них Ничего Не получилось Но С другой Стороны У них В коллективном Договоре Забито Так Что Уволить Вообще Невозможно Без Санкции Профсоюзной Организации У вас Записано Это В вашем Проекте Коллективного Договора Я Не Видел Я Не Видел Мы Первый Раз С вами Встречаемся Я Не Видел Вообще Или Вот Такая Ну Какая Легкость Даже Наш Друг И Товарищ Степан Сергеевич Мы С ним Идем По Таврическому Саду Он Говорит Вот Меня Перевели Туда И Я Буду Раньше Выходить Теперь На Час С Работы Потому Что Я Из-за Этого Далеко Еду И Теперь Они У меня Отняли Время А я Буду Раньше Выходить Но Я Говорю Ну Это Чистый Прогул Вас Подождут Немножко Накопит Эти Фактор И Точно Тогда Выгонят Ну Так И Делали То Я Хочу Сказать Что И Это Серьезная Борьба Ее Тут Нужно Рассчитывать Каждое Действие Обдумывать Разрабатывать Целые Операции И Если Это Борьба То Надо К ней Относиться Как К Класс В Борьбе И Те Кто Так К Ней Относились Посмотрите Они Делали Голодовки По всему Профсоюзу Голодовки Причем Какие Голодовки Которые Ну Как Вы Можете Мне Запретить Голодовку Так Запретили В двух Местах Суды Запретили В Новосибирске И В Омске Запретили Голодать После Группной Запасовки Авиадиспетчера И Тогда Выступает Президент Федерального Профсоюза Авиадиспетчера Ну Что Мы Люди Товарищ Ковалю Люди Авиадиспетчером Запрещено Голодать Мы Будем Голодать Все остальные Они Будут Передать И Я Вас Уверяю Результат Будет Тот же С Они Съедят Три Обеда Пойдут Перед Работой Проверяться К врачу Врачей Не допускать Или Вот Я Приезжаю В Москву Меня Встречает Сергей Анатольевич Помогает Сборник Принести Сборник Я Туда Без По Опыту Как раз Борьбы Коллективной Борьбы Коллективные Договоры Он Рассказывал У нас Профсоюз Сегодня Бежит У нас Спарта Геада Ну Я Так Думаю Хорошо А он Говорит Так У нас Профсоюз Весь Бежит Сегодня Я Думаю Что Он Рассказывает Мне Это Вроде Как Не Интересует Я Не За Этим Привод Говорит У нас Профсоюз Бежит Потом Врач Перед Работой А Понял Опять Тот же Самый Там Забастовки Запрещены Забастовок Никаких Нет Но Их Не Допускают До Работы Вдруг Али Рвутся Тем Как Пойти На Работу Ростовских Авиадиспетчеров Судили За Что Они Придумали Очень Разумно Делали Бесконечное Профсоюзное Собрание То есть Творчески К этому Подходили К этой Борьбе Вот После Как Они Закончили Смена Они Не Домой А Куда В зал И Сидят Там И Проводится Собрание Вот Как Бывы Сегодня Вместо Того Чтобы От Уйти Через Час Мы Здесь Остаемся Звоним Домой Говорим Думаю Здесь Продолжаем Собрание Семинар Будет До Утро И Завтра Будет И Будем Требовать Журналистов Сюда Пригласим И Прочее Шум Но Только Здесь Место Не Общественное Нелобное В том Смысле Что Это Не Зал Вокзала И Не Аэропорт Поэтому Эффекта Не Будет А Там Эффект Колоссальный Запретили Собрание Может Бесконечное Быть Собрание Потому Что Вы Ночью Не Спите Проходите На Собрание Подрывает Безопасность Полета Хорошо У нас Собрание Бесконечное Но С 11 Вечера До Семь Утро Оно Не Будет Проводиться А Семь Утро А Что Ты Можешь Сделать И В общем Обидиспетчеры Во всех Таких Боях Выгнали Генерального Директора Генерала И Они Кстати В газету Обращались Мы В газете Об этом Писали И Карикатуру Этого Директора Которого Берут За кресло И Выкидывают Сначала Люди Посмотрели Как Он Вылетел Из Кресла Потом Он Вылетел На самом Деле Из Кресла То И В этой Борьбе Скажем Почему Надо Газеты Широко Потому Что Газеты Это Оттеперие В этой Классе Борьбе Правильно Не Просто Генерального Кстати Поменяли То есть Не Просто Это Пропаганда Это Прилагательное Оружие В этой Классе Борьбе Какой Вывод Мы Должны Что Относиться К Этому Нужно Очень По Серьезному И Второе Что Нужно Очень Хорошо Готовиться И Третье А Вот Те Кто Хорошо Готовится Те Выигрывают И Пока Хорошо Готовились И Пока Действовали Слаженно И Едино За Едино То Выигрывали И Так Будет На Будущее Это Общий Опыт Можно Сказать Рабочего Движения Во Споров Начали 6 6 Споров Сейчас У нас Идет Переговор По Этому Спору А Сейчас Задет Забастовка По Этому Спору Поэтому По Этому Спору Забастовка Останавливается Поэтому Начинается Поэтому Присановится По Следующему Начинается И У Эти Болит Голова У Тех Кто А Все По Закону Кто Вам Мешает 6 Сделать Одновременно Коллектив Делайте 8 Большинство И Пока Армия Не Сформирована Не Надо Направляться В Атаку Ити Ну Что Толку Что Пойду В Атаку Зводом Против Полка Не Выигрыш Это Тоже Понятная Вещь То Борьбе Надо Относиться А не То Что Я Предъявлю Требования Ума Не Надо Предъявить Требования Я Сейчас Вам Предъявлю Требования Дайте Мне Столько А Вы Пошли Вот То Как Сформулировано Что Это Борьба За Развитие России За Развитие России Побороться Еще Надо И Есть Люди Как Вот Не Случайно Говорит Равозин Приехал Есть Люди Которые В государственных Структурах И В правящем Клаще Которые Понимают Что Ну Не Будет Россия И Их Придушат И Придавят Те Самые Иностранные Монополики Все Мы уже знаем Как Нас Жили Уже Было Это 70 Лет Назад Знаем Что Бывает Если Ослабнешь Ослабнешь Слабых Никто Не Уважает Слабых Их Бьют И Сталин Говорит Слабых Бьют Всегда И будут Бить Давайте Подарите Пока Давайте Вы С С Какого Завода Красная Красная Ну Давайте Завода Красная Товарищи Я считаю Что В данной Ситуации Агитация Это просто Необходимо Иначе Как писал Некрасов Заглохнет Нево жизни Я почему Говорю У нас Со 2 Числа Ближе Сюда Потому Со 2 По 8 Числа Виктор Аркадьевич Тюркин Ездил на Совещание Коммунистических Рабочих Партий В Луганск Туда Повезли Трудовую Россию Понимаете Она Газета Была Востребована Почему Потому Там нет Средства Массовой информации Печати По существу Нет Там Одна Какая-то Газета Выступает То есть Газета Была На Расхват Я Почему Говорю Сейчас Вернемся К нам В Россию У нас Мы Газеты Распространяем В частности Что Такое На Умазе Распространяем Там Где-то Газет 200 Уходит На Красном Октябре Газет 200 Я С Рабочими Говорю Там 3200 Рабочих Что Такое 200 Газет Это Ерунда В принципе Но Люди В принципе Как бы Пассивные Понимаете Вот Даже Смотрите Сейчас Напечатали 10 тысяч Листовок Не Листовок Открыток Поздравительных 9 мая Распространяли Ну На Демонстрации Распространяли У заводов То же самое Там Поздравления Не только Поздравления А как бы Еще С борьбой С фашизмом Все Связали С Луганском Ну С Новороссией Ни одного Даже Звонка На данной Ситуации Не было У нас Сюда Никто Не позвонил Понимаете Народ По силе Сам Разговаривает С рабочими Вот В частности Красном Октябре Да Они как-то Там Компашками И мы боимся Потому что Что-то Мы сейчас Сразу Волим Зарплату Платят То есть Нормально То есть Не задерживают Вот такой Народ То есть Ну Как его поднять Потому что Уже Люди Даже знают Здороваются Разговариваешь Но Я считаю Газеты Это в любом случае Нужно распространять Другого пути Нет В данной Ситуации Вот у нас Только газеты 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 И агитация Ну в данной Ситуации Что мы еще Можем сделать Можем Себешин Пришел А? Парик Салмазе Пришел Не Ну бывает Иногда Приходят люди Приглашаешь И куда-то На митинг Или что Приходят Но это Частичные Случаи То есть Нет такого Ну Чтобы как было Кто-то у нас Даже спрашивают На собрании Говорят Вот вы Не год Мы же не год И не второй год И не третий год А вспоминаем газеты Есть какой-нибудь сдвиг Ну есть Такая мелочь Что в принципе Нет Ждать хочется Чтобы было больше Значит что это Ситуация должна быть такая Ну что-то случится Должно конечно Но главное Агитацию Это не забывать Это наше дело Ну а чем интересуются Работчики Вот агитация А чем агитация Конкретно Чем они Как они Газеты вперед Все Иногда поговорили Разговора с ними нет Да Нету никакого Как не разговор Разговариваем тоже Есть А о чем А о чем разговариваешь Как вы живете Как что Работа Вот со мной Я работаю Получаю нормально Говорят Ну не задерживаюсь За отплату Что ему еще нужно сказать Давай иди бастуй И все Конечно И много таких И много Так я говорю Три Три тысячи Двести человек Двести газет Распространяем Ну и что много С этажа не берут То есть что Они как-то Остальные И этого не берут И остальные И этого не берут Спасибо Ну вот Тут что можно сказать Что люди Становятся активными Тогда Когда они знают Что делать Потому что активность Она должна быть В каком-то Конкретном направлении Надо что-то Конкретно делать Чтобы быть активным А это вид Боевых психических травм Бег кругами Такая активность Я думаю Это самая Она не нужна И к сожалению Это не очень понимают И все коммунисты Вот не все могут Проконсультировать Вот что делать конкретно Как создать Как договор хороший Как приступить К его реализации Михаил Васильевич Сейчас здесь Очень хорошее Это вот рассказать Начинать можно Работу на предприятии Правда Из вас раз рассказали Очень понятно Почему Если 40 человек Держались в тайне То их уволили Это как-то так Уволили не 40 Уволили двоих Двоих То есть все-таки Как-то тайно Там всплыли Ну вот так вот И вот главное Над чем Должны думать Мы в том числе Это над тем Какие материалы Давать И какая идея Это будет Вот идейный человек Идея Это ответ на вопрос Что делать Если вот Говорят человек Идея Это не человек Который там Увешан всякой Мишурой Даже советской А это человек Который знает Ответ на вопрос Что делать Вот надо думать о том Как стать такими людьми Тогда пойдут И рабочие За нами Ну а по нашим Ну вот на некоторых Товарищей Посмотришь Вот у Гостинова Там Ну как-то вот Не знаю Может быть В чем просвещение Просвещение в том Как организовывать Борьбу Рабочего краса И вот Михаил Васильевич Сейчас очень интересно И конкретно рассказал Очень интересно И конкретно рассказал У них мечты нет никакой Они вот живут Одним днем И все Они живут не одним днем И Иван Ильич Вы Или выходите И выступаете А там вякоть С места Это А все я сказал Да ничего Вы не сказали Пустышка Давайте Борис Николаевич Пустышка Перепомнился Нет ничего Никакой В чем просвещение Как с работой Разговорить его Как его Разговорить Так мы молчим Все молчим Ничего нет Ни у вас Ни у меня Ничего нет И выступите Нормально Какой герой Вопрос Классовой борьбы Это очень важная Классовая борьба И мы рассматриваем Классовую борьбу В рамках развития России И в чем вообще Какие вопросы могут Рассматривать рабочие За какие бороться Вот мне очень понравилось Выступление ЛМЗ Электросилы Сравнили Какое было Отношение Я почему Сравнил Генерального Фомина Бориса Ивановича Он в советское время Был настоящий Директор Он болел За коллектив Он болел За продукцию Он конкурировал С мощнейшими Конкурентами В мире И не случайно Гидроэлектростанции Не только в нашей стране Строились Строились за рубежом И это гремело все И вот Отношения Потому что За каждого человека Боролись Если это сравнить С сегодняшним днем То действительно Если поставлена задача Уничтожить эти предприятия И еще по теневой экономике Собственники получат Откаты То конечно же Будет Не развитие России А Обратно Уничтожение Совершенно правильно Поэтому Что рабочие За это не могут бороться Вот пожалуйста И как Михаил Васильевич Сказал Давайте 6 Давайте 8 вопросов Давайте 20 вопросов Если Товарищ Господин Мардашов Собственник нынешней ЛМЗ Электросилы Если он Эти Прибавочную стоимость Эти деньги Не в развитие Предприятия Которые он Владеет Собственностью Не в развитие Запустил А отправил За границу И что Как сказали На Кипре Что-то купил Вы посмотрите Рабочее движение Что вообще Не может Высказать Своё отношение Вообще По этим вопросам Где у нас Вообще Эти все Профсоюзы Или это Беззубые Профсоюзы У нас Собственники Не развивают Своё Производство Все деньги Отправляют За границу Профсоюзы Есть Знаю Что Эти Собственники Имея Десятки Миллиардов Долларов На счетах Уже По всему Миру И на Кипре Как вы Сказали И в Америке И везде И дети Учатся И лечатся И члены семьи И там Вся инфраструктура Создана Им Россия Нужна только Для выкачивания Денег Что рабочие Не могут По этим вопросам Поднять И чтобы Это действительно Было развитие России Пожалуйста Поставить Эти вопросы Если Мы говорили Сколько На наших Тут Учениях Что Посмотрите Разве Это Правильное Раскладка По Дицинным Коэффициентам Справедливая Если 10% Самых Бедных И 10% Самых Богатых Взять Мы говорили Разница В 3-5 Раз В скандинавских Странах В 5-7 В Европе В 9 Раз Самое Большое В США Америки А в России В 32 Раза Что За эту Социальную Справедливость Рабочее Движение Не может Бороться Создавая Профсоюзы Попробуй Против Этого Возрази Если Отдается Предпочтение Тому же Сименсу А не Отдается Нашим Предприятиям Так Это Что Значит Это Не только Само Производство Это Крупнейшие Научно-технические Центры Это Научно-исследовательские Институты Это Наши Высшие Учебные Заведения Где Создается Тот Потенциал Где Умы Думают Над Преспективой Если Мы Пойдем По всем Остальным Это Сименс Как Можно Скорать Хороший Доклад Это По Всех Предприятиях Все Будет Одно Производство Все Ученые У нас И все Умы Преспективные Которые Не ученые Но Соображают Уедут За границу Проинвестируем В очередной Раз Зарубежную Экономику Капиталистическую А Сами Останемся Вот так Это Разве Нельзя Вообще Поднять Вопрос Что Рабочие За Научно-технический Прогресс Где В газете Или Где Поднять Вопрос Поднять Вопрос Коллективные Действия Профсоюзы Собрания Забастовки На любом Уровне Поднимать Вопрос Рабочие Хотят Чтобы Не умирали Предприятия Чтобы Амориционные Отчисления Оставались На восстановлении Основных Фондов Пожалуйста Ставить Вопрос Чем Что Рабочие Безграмотные Грамотные Что Профсоюзы Где Вообще По стране Этот вопрос Подняли Мы Поднимаем Здесь Вопрос Пишем Во все Инстанции А вот Где Вообще Рабочие Движения И профсоюзы И все По этому Вопросу Нет Вежливое Безразличное Отношение К этим Вопросам Что Рабочие Не могут Выступать За Повышение Производительности Труда Кто Будет Возражать Не Выступают Научно-технический Прогресс Что Кто Будет Возражать Чтобы Научные Центры Те же Вузы Те же НИИ Выдали Была Цепочка Была Цепочка В развитии Чтобы Это поступило На наши Предприятия Наши Предприятия Выпустили Нужную Продукцию Это Что Вообще Где Вообще В стране Мощное Такое Движение Вот Она Классовая Борьба Ну Так Если Там будут Извлекать Прибыль Что у нас Вот сейчас Полонского Привезли Из Камбоджи Отловили Ну Таких У нас Полонских Посмотрите Собственников Балтийский Завод Который Атомоходы Делал Сергей Пугачев Ну Они Вот Многие Такие Что Нельзя Выступить Железнодорожная Отрасль Железнодорожники Получают Там 20 тысяч А Балтийский Выступал Выступал Балтийский Да Примеры Есть Но И может быть Если не уступал И этого Не было И президент Может быть Не приехал Туда И не вывел Активы В другую Организацию И не дал Был заказы Да Совершенно Правильно И вот Конечно Вот Над этим Рабочему Движению Надо Работать Вместе С профсоюзами Профсоюзы Если уж Они Профессиональные Союзы Поддерживающие Рабочих Где вообще Их роль Толкаться И каблуками Щелкать Среди Руководителей Которые И собственников Предприятий Ну так Это никакого Развития Не будет А затухание Таких у нас Руководителей В государстве Как Президент Наш Российской Федерации Путин Которого Героя Можно давать Только Закрыл Прекраснейше Провел Операцию Возглавил И получил Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Сейчас Я Нет Я сейчас Скажу еще Нет Немного Немного Я сейчас Закончу То есть Вот по этим вопросам Конечно Надо Поднимать Вопрос Посмотрите Вот Закрыли Дженера Моторс Ушли Рабочие Остановилось Предприятие Повышение Повышение Минимальный Зарплат Провел Президент Провел Сколько Сейчас Провел Меньше Чем Про Да Чтобы Народ Вымирал Да Чтобы Народ Вы Знаете Господин Президент Что Зарпата Ассистента Молодого Работника В политехническом Университете 7500 рублей Он знает Это Или Не знает Я Долго Говорил О нецельных Коэффициентов Конечно Это О том Где Вообще Умы Наши Профессора Доценты Это Вот Герасим Владец Он Выиграл В чем Задача умов В буржуазном Суде А я Не вижу Вообще Если В том же Политехе Ливанова Посадил Или Не Посадил В том же Политехе В том же Политехе Ливанова В стороне Путина Или Не Путина Русскому Нашему Вектору Путин Писал Поздравление С победой Великой Отечественной войны В Нерусском Мы говорим О том Что Каждый Господствующий Класс Имеет И Крупных Руководителей И Предателей Страны Так было И при Коммунистическом Режиме Когда Мы Крупные Руководители Должны Предатели И Одержали Победу В Великой Отечественной Войне А Никакой Войны Не При Горбачеве Развалили И Советский Союз Вот Вам Пожалуйста Один Общественно Политический Строй Но Есть Такие Есть Такие Так вот Рабочие При Капитализме Должны Понимать Если Где-то Руководители Не Относятся Так Как Нужно Все Пожалуйста Поднимать От Движения Рабочего Класса От Профсоюзов Если От Руководителей Зависит От Рабочего Движения Нет Если Подняли Вопрос Что Уже Это Не Отечественное Предприятие Это Зарубежное Предприятие Лучше Было Отечественное Предприятие Мы Были Независимы От Зарубежа Зарубежное Зарубежное Отечественное Предприятие Два Не Да Ну Если Это Зарубежное Предприятие Ну Так Сделайте Как В Китае Сделайте В Китае В Китае Китай Сделал Госпошлина Госпошлина 200% Навозимые Машины Квота 30 тысяч Год Индия 140% Пошлина Да Рабочие Могут Бороться Нет У нас Нинимально И ушли Поэтому Женера Моторс Работает В разных Странах И в том Часто И в Америке А вот Женера Моторс В России Закрыли Лучше Там Закрыли И Машины Не там Покупали А здесь Где Рабочие Места В России 12 оклад Нало Чем Кого Уволили А в России Закрывают Предприятие Ничего Не дают Лучше Было Вот Хорошо Борис Николаевич Да Так Было Как Вы Говорите Хорошо Бы Да Вот Лучше Я тоже С вами Согласен Что Это Лучше Было Было Чем То Что Сейчас Мы С вами Диседина 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 Рабочий Давайте Соль Вместе Без Рамок Вместе Пойдем Вместе С Мардашовым Рабочие Пойдут И Без Рамок Рамок Без Время Есть Рамки Без 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 Рамок Рабочего Движения Конечно Эти Вопросы Надо Двигать И Коллективные Договора Разве У нас Разве Коллективные Фондом Рабочего Движения Лучшие Вообще Отработаны Коллективные Договора Лучшие В стране Сколько Вообще Много профсоюзов, рабочих движений, обратились к фонду рабочей академии, к президенту фонда, к другим, чтобы вообще создать на уже на созданных лучших коллективных договорах создать новые коллективные, мощные договора, и тогда классовая борьба приобретет совсем другой уровень, и тогда и будет развитие, и тогда наша страна будет везде побеждать. Спасибо за внимание, вы просили пораньше закончить. Нет рабочего движения. Точно. Мы хотели выяснить, что рабочее движение без каких-то конкретных вопросов не будет. Рабочее движение должно стать по-другому. Некоторые вопросы, некоторые вопросы, я назвал, кто хочет еще какие-то вопросы, с чем рабочие пойдут, пожалуйста, называйте, для этого есть у нас семинар. Вот в этих рамках, вот в этом формате, которые вот здесь у нас. Вы чего ограничиваете диаграммами? Значит, Борис, не садитесь, не мультешите. В развитии, что вот ограниченный человек, который дошел до предела и не переходит через свой предел. Вот вы не переходите. Наш семинар позволяет тот предел, который был у нас после нашего семинара, перейти этот предел и пойти дальше. А на этом семинаре нельзя. И с каждым семинаром, с каждым занятием, с каждым рабочим движением мы должны переходить через свой предел. И это есть развитие. И в том числе по рабочему движению. А мы знаете, что это не важно. 20 лет на одном месте. Товарищи, вот то, что говорит Борис Николаевич, что рабочие там должны думать о повышении производительности труда, сохранении предприятий и так далее. Рабочие этим и думают. Что есть главная производительная сира, Борис Николаевич? Что является главной производительной сирой? Рабочие. Рабочие. Значит, когда и рабочие, загоняя требования своей высокой зарплаты, они и думают именно о сохранении предприятий. Вы, Борис Николаевич, знаете хоть одно предприятие с высокой зарплатой, которое бы развалилось? По-моему, все предприятия, которые предназначены на убой, там все начинается, в частности вот наш политех сейчас, там все, так сказать, начинается с того, что людей гноят маленькой зарплатой. Вы здесь не нужны, уходите, без вас воздух чище, работы мало. Это вот повышение зарплаты, улучшение условий труда, отказ от работы сверхрочная. Вот это и есть главное требование рабочего класса, которое приведет к повышению производительности труда, обновлению производства и развитию как отдельных предприятий, так и отраслей в центом. Это здесь достигается. В рамках вашего политехнического университета не борются профессора, доктора, чтобы сбить разницу между доцентом, где 8 тысяч получают, и миллион, миллион получает товарищ риэктор в месяц. А жидко-дорожники разы борются, мне жидко-дорожники говорят, у нас Владимир Иванович Икунин получает в день более 4 миллионов. В день. Кто вообще борется с жидко-дорожником? Ну давайте спросим. Вот почему ваша супруга не борется? Почему вы не научите ее бороться? Чего вы это, здесь, это самое, садитесь и не любите жить? Потому что не отдельно, Иван Михайлович, борется супруга или супруг. Борется. Супруг супруг вместе. Борется бороться коллективными действиями. Одной из площадок коллективных действий это профсоюзы. Это собрание. А Анна Анатольевна в профсоюзе? Это собрание. Вы с ней говорили, Борис Николаевич? Вы же помогли хоть одно собрание организовать? Вы сказали, а муж и жена это одна сатана или две сатаны? Вот если в суде ваши вопросы, Иван Михайлович, рассматривали, никто не смотрел. Жена есть, нету, какой у нее вообще взгляд. Вот рассмотрели, и вы победили. Молодцы. И я вас поздравляю, всему политеху, вот вы показали. А что, таких нет, как вы? Сколько угодно уволенных. Никто не борется. Партийных нету. Партийных нету, среди уволенных. Ну чего вы? Не знаете, что ли? Значит, Борис Николаевич, это вообще не материалистическая идея, что какие-то вот профсоюзы отдельно взятые будут бороться. Даже рабочие профсоюзы и те имеют тенденцию к раздражению. А что касается профсоюзов профессорских, то я вот могу сказать, как сопредседатель в этого профбюро энергомашиностроительного отделения, что вот второй сопредседатель мне говорит так, слушай, говорит, твоя линия на конфронтацию с руководством несовместима с профсоюзной работой. Как-то, ну вроде как бы, вот профсоюз он как бы для этого. А почему несовместим? А потому что вот руководство нам дает деньги на путевки, нам дает деньги. Я говорю, ну сейчас же этот соцотдел, это государственный соцсрак дает. Нет, вот руководство тоже помогает. Там ради отдыха такой, ради отдыха другой. Вот, то все, пятое, десятое. Вот можно за мат помощью обратиться. То есть, а только ты себя ведешь, но это вообще, говорят, всю профсоюзную деятельность на корню подрывает. У нас вот тут же эта женщина за билеты в театр отвечает, эта женщина за экскурсии. Откуда, так сказать, все это будет, если все будут такие, как ты, умные? Вот. И надо сказать, а что касается коллектива. Вот какую операцию вообще провернули, вот очень интересно, я вот только сейчас начал догадываться и, так сказать, люди об этом рассказывают. Вот у нас осенью произошло, как мне казалось, массовое сокращение. То есть, у нас где-то под сотню человек уволили, так как я, у которых закончился срок контракта, они стали возобновлять. И этот приказ видят в суде, но, к сожалению, я вот там не просчитал, сколько там человек-то. Как-то быстро так его и тут же назад забрали. Вот. Но там толстый достаточно такая вот пачечка, и там, значит, фамилии идут, списки, медийный приказ на большое количество людей. Но это еще полбеды. Вот в отношении имена, как говорится, когда у тебя был еще в стадии уволенного, я говорю, приходя на капитул, говорю, вот тот случай, когда живые завидуют мертвым. Потому что те, кто остався живой работать, их там очень многих, за исключением музыкального достаточных уголиц, перевели на полставки, на четверть ставки. А если, так сказать, ставка 14 900 рублей, уж такое полставки, четверть ставки, это понятно. А у ассистента 7 200 рублей, четверть ставки. Вот там парень у нас полгода ходил на работу, тем не менее, за 2000 рублей в месяц. И он два раза в неделю приходил на кафедру, читал лекции, проводил семинары. На него, кстати, навесили мои лекции по САПРУ, системы автоматизированного проектирования. И вот ему нагрузку добавили, а зарплату в четыре раза обрезали. Но он полгода походил такой, а парень очень тарантливый, надо сказать. И он ушел, естественно. Вот. А куда делись-то? То есть, вот эти большие деньги, куда они в результате? Ну хорошо, вот нам говорят, вот у нас нагрузки не хватает, хорошо, пусть раньше мы были дармоедами, которые там шоковали за 14 тысяч там, и там имели много нагрузки. Ну и сейчас вот нас выведили. А сэкономленные деньги, куда они ушли-то? Оставшимся зарплату не повысили. То есть, многих людей перевели на четверть ставки. И вот, значит, мне сказали как. Часть денег, ну, конечно, ушла в ректорат, часть денег ушла в дирекцию института, а часть денег, она осталась на кафедре. И вот остался так называемый костяк кафедры, и эти деньги поступили в распоряжение заведующего кафедрой. Причем это совершенно все бесконтрольно, он их это самое распределяет. То есть, кафедра фактически всегда же, во-первых, были жесткие окрады и с царских времен, и в советские времена. И всегда все вопросы основные решала кафедра. То есть, заседала кафедра, ну, это научное сообщество. На уровне факультета решат совет факультета, на уровне вуза решат совет вуза. Это еще и советская вразь была с царских времен, потому что, ну, есть вещи, которые как бы забегают вперед в своем развитии. Такой, как политехнический институт, та Петра Великого до революции, он как бы забежал вперед, но это было самое, так сказать, что по тем временам развитое, и он как бы уже, ну, тут без вот такой своего рода коммунистической организации не обойтись. Очень сложной деятельностью занимаются люди, как-то принудить к этому, иначе, как используя вот такие вещи, кроме как того, что они сами будут заниматься тем, что им интересно, их здесь не заставишь. Вот. И, а сейчас вот фактически это сведено до частной рамочки, где ходит хозяин и, так сказать, распределяет. Ну, естественно, здесь есть люди рояльные, есть нерояльные, возрастной состав. Ну, и потом рассчитывать мне интеллигенцию никогда не надо. Ну, а на заводах профсоюза почему? Ну, ясное дело, что верхушка профсоюза, она вся имеет какие-то бонусы от начальства. Это самое. И когда вот в Невиномыске, на Невиномыском азоте вскрыли, что даже председатель рабочего профсоюза защита труда, там был такой деятель, значит, там был довольно мощный профсоюз защита труда, вскрыли, что ему начальство каждый месяц тысячу долларов платит. А для Невиномыска в 2008 году это были приличные деньги. Сейчас-то в Питере это так, не очень. Вот. А там это были большие деньги. Чуть 30 тысяч рублей. Вот. Да когда это вскрыли, на него, так сказать, народ покатив, он начал кричать и возмущаться, что вот предыдущий, ну, не предыдущий, а этот официальный, руководитель официального профсоюза платят 100 тысяч в месяц. Почему-то никто не возмущается. А вот на него, знаете, 30 тысяч, а он там делает то-то-то-то, ну, это администрация платит. То есть то, что он получал зарплату как освобожденный профсоюзный за счет профсноса, это само собой. А этого, а там 100 тысяч платят. Это совершенно четко очевидно, что всему, всей профсоюзной верхушке, освобожденным работникам начальство приплачивает. Ну, это факт такой вот. И они никогда против начальства не пойдут. Поэтому, Борис Николаевич, на профсоюзных работников освобожденных особенно не стоит. Но в рабочих профсоюзах, там где как. Конечно, большим доверием пользуются люди, которые у танка стоят, а свободные от этого времени занимаются профсоюзной работой, являются такими же рабочими. Потому что, что касается освобожденных, ну, тут по-всякому. Разные есть оттенки серого, как говорится. Но в целом, вот, вот профсоюз докеров, скажем, это рабочий профсоюз. Профсоюз авиодиспетчеров, ну, вот Сергея Анатольевича Ковалева мы знаем, и знаем, как он борется. Хотя он освобожденный работник, это понятно. Но вообще говоря, ожидать от освобожденных профсоюзных работников, особенно вот традиционных профсоюзов, так называемых, которые остались в советских времен, чего-то не надо. Это вот надо... Ну, а просить, конечно же, надо, что просить коллективно. Потому что я вот по поводу угнорения нашей кафедры колесных и гусеничных машин, которая сейчас, в связи с последними там парадами и прочими событиями, чуть ли не на первое место выдвигается, обращаться, так сказать, и представительство президента у нас в городе. Но, как говорится, город с единицей тоньше писка. Конечно, так сказать, когда в Пикалево там народ попросили, или на Бартийском заводе народ в Церном попросив, конечно, здесь другой эффект. Это здесь от Борисом Николаевичем соглашусь. Так, кто-нибудь еще хочет выступить? Я хотела немножко еще... Давайте. Это вот Володя Кузнецов рассказал нам на собрании. Он теперь в шарашке в одной работе. Тут, говорит, вижу, идет... Ну, видно, что он не местный человек какой-то, этот прилетел из Челябинска, с тракторного завода, где танки тоже там. Директор завода прилетел в эту шарашку и заказал у них несколько шайбочек каких-то. на танки надо поставить, которые должны участвовать 9 мая в Паране, в Победе. Из Челябинска летит за несколькими штучками в какую-то шарашку. То есть на таком огромном заводе в Челябинске нет такого, чтобы сделать какие-то там шайбочки, чтобы башню поворачивали. И вот он прилетел сюда, взял и полетел, директор доволен. Вот до чего? Довели. Производство. Жайбочки не сделали. На огромном заводе. Вот рабочие держатся за место. То есть это вот... А у профсоюзной, освобожденной, вообще не должны быть в профсоюзе. Нечего освобождаться. Раз ты не можешь работать без зарплаты... Есть-то надо, в любви и семьи. К сожалению, зачастую это вот беда. Так свое рабочее место ты не оставляй, работай. Полуосвобожденных надо ехать. Вот можно полуосвобожденных, да. Но какое-то время все равно надо высвобождать, потому что, к сожалению, ну вот есть разделение труда. А полуосвобожденные, да, это можно там день в неделю, скажем, выделить для работы. Почему я не один на одну неделю работаю в профсоюзе, а вторую неделю на работе. Два человека на одну ставку, и все. И будет и профессионально, и... Где-нибудь это реализовано, Михаил Васильевич? А? Где-нибудь это реализовано? Это можно реализовывать, это не хотят делать. Ну, это идея без действительности. Идея без действительности. Вот идея. В действительности показывает, что если это не сделать, будет разложение. У Платона была идея какого-то там забыв государства, но она не мера действительности. У Энгельса была идея, что не надо перекладывать свою долю производительного труда на плечи других. У Энгельса, а не у Платона. Ну, у Платона тоже все это было. А правосоюзники перекладывают свою долю. Думают, что они только будут сидеть у компьютера и разговаривать. Вместо того, чтобы разговаривать с коллективом ходить, будучи рабочим наполовину. И второй человек наполовину. Я хочу сказать, что проблема, с которой мы столкнулись, это массовое гниение освобожденных правосоюзных работ. Потому что они, когда являются рабочими, борясь за повышение зарплаты, за улучшение условий труда, могут эту проблему решить только вместе со своими товарищами. Поэтому они как бы коммунисты. Потому что это общее дело. Но они коммунисты на практике, но не в идее отнюдь, не в голове. Марксизм они не изучали, это не их идея. И вот они оказываются освобожденными правосоюзными работниками. Та же самая задача, повысить свою зарплату, решается очень просто. Как решал эту задачу Моисеенко в порту, против которого, который потом требовал миллион со своей профсоюзной организацией, меня просили, Федотова просили защищать профсоюзную организацию от этого самого Моисеенко. Как он ее решал? Он себе поставил коэффициент 1,4 к средней докерской. Раз. Сразу же на 40%. Больше докеров не маленькая зарплата. Плюс 40%. Потом, как выяснилось, он среднюю стал брать в бухгалтерию, ставить 1,1. И от этой средней 1,4. И как рассказывал Евгений Петрович Чимофеев, он еще всякие себе, поскольку он, как говорится, думал и в субботы и выходные о работе, о профсоюзных делах, это тоже записывал в рабочие дни. И у него, так сказать, колоссальный был отрыв в зарплате от тех, кто в трюме работал докером. Как эту проблему решить? Вот есть профсоюзные организации маленькие, они не могут выделить никакого освободенного работника. Есть профсоюзные организации очень большие, и у них взносов достаточно. Скажем, у докеров 2%. Но вполне возможно, значит, двух человек, это может быть там полгода он может работать докером, полгода освобожденным профсоюзным работником. А, соответственно, вторую половину, другой. То есть двух человек можно содержать на этой самой освобожденной профсоюзной ставке. Так что они меняются. Или понедельно, или помесячно, или по полгода. Это вот задача, которую, если мы ее не решим, мы будем наблюдать постоянное такое разложение. За редчайшими случаями. Очень мало кто последовательным таким является твердым защитником, оставаясь там на освобожденной работе. Вот Ленин был на освобожденной работе, видите, не свернул. Сталин был на освобожденной работе, не свернул. А сколько людей, которые считались вождями, сколько их? А вот те люди, которые умели совмещать, те рабочие, которые были рабочими революционерами, как вот тот же самый Павушкин и прочее. Масса было рабочих революционеров, которые вели и профсоюзную, и партийную работу, и работали на рабочем месте. Хотя, может быть, они на другое рабочее место шли, как-то вот так устраивали дела, чтобы они могли и то, и другое делать. То есть, это вот задача, это проблема, конечно, которую надо решать. До этого мы не доросли, по-моему. Смотря кто. Нет у нас Бавушкиных. Не знаю. Вот у вас такая информация большая в рабочем движении, я не знаю. Может, их много, этих Бавушкиных, а мы этого не знаем, потому что никто об этом не кричит. Не слышно и не видно. Никто о тех, их никогда не слышно, те подспудные работы и борьба, которые идут на заводах. Вот мы собираем на заседание Российского комитета рабочих всех живых, тех, кто борется. Вот, это, конечно, не агитационная работа и не пропаганда. А это, прежде всего, обмен опытом борьбы тех, кто борется. У нас ни одного нет, не приходят. К вам, мы здесь и не забираем, мы собираем в Нижнем Новгороде. Там приезжают, не приходят туда, а приезжают. А поскольку приехать, значит, надо заплатить. А заплатить сегодня ОРЖД берет все больше и больше. Вот мы должны думать, что шансов на то, чтобы собрать, становится все меньше и меньше. Потому что, если уже принято решение Медведевым, председателем правительства, не производить пласткартные вагоны, дескать, эти вот закончатся и все. А уже, скажем, на 1 мая, вот чтобы народ и не ехал 1 мая, в Москву можно было ехать только за 3 700. Это минимальная. Была ставка, чтобы ночью приехать с 30 на 1 мая в Москву. Так что, что там происходит в других городах, особенно в Сибири, которая, как бы, если Москву спасла, мы не очень с вами здорово знаем. Мы знаем, благодаря электронной почте, благодаря той информации, которая к нам поступает, что там эта работа и борьба ведется. Другое дело, что вот такого контакта и организационной работы мы еще слабо занимаемся. И надо сказать, что когда встает вопрос о том, что давайте, товарищи, поедем в Нижний Новгород, обменяемся опытом борьбы, то вот те как раз опытные и успешные профсоюзы приезжают и обмениваются. Вот из Форда приехали два человека. Эдокеров приехал, зампредседателя Портового комитета. А вот тех, кому надо бы поучиться, не приехали. Они изображают, что они все знают и все умеют. А и речь идет, я говорю, о острейшей классовой борьбе, где надо, как говорится, стараться ехать туда, мчаться туда, общаться. И не с нами общаться с руководителями и с профессорами. Общаться со своими товарищами и у них учиться. Вот задача, которая стоит. Задача организации рабочего движения, а не только пропаганды. Пропагандировать достаточно. Вот я буду пропагандировать, и, пожалуйста, много-много будет. И что? А нужна еще организация рабочего движения. Эту организацию могут делать только сами рабочие. При поддержке, при помощи интеллигентов, которые им помогают. Эта помощь будет, она и есть. Но нужна организация действия активной со стороны рабочих. И главное, что нужно, чтобы рабочих побудить, контакт со своими товарищами, а не контакт только с образованными, более образованными людьми. Не в этом задача состоит, а в контакте со своими товарищами, в обучении на опыте борьбы. Учиться надо опыту борьбы у своих товарищей. Опыт есть. Богатый. Так, ну, думаю, время позднее, уже надо заканчивать потихонечку. Кто-нибудь еще страстно желает выступить? Нет, спасибо. Достаточно. Достаточно. Когда у нас следующее занятие? Следующее занятие у нас не скоро. В газете «Народная правда», которая здесь есть, есть уже расписание. И занятие. А в последнем он лежит на этой, на вахте. Я могу дать потом. И у меня есть. Значит, кроме расписания университета рабочих респондентов, то, что мы здесь собираемся, там вывешено расписание Красного университета, где, так сказать, больше он для молодежи, где систематически люди занимаются. И, соответственно, на выходе сдают экзамены и получают диплом. Так что поэтому, если вот у кого есть на примете люди, желающие осознать, что происходит в современном обществе, получить знания, которые, кстати, в современных вузах, я не знаю, где можно такие знания получить по обществознанию, как сейчас, кстати, наука есть, даже экзамен есть, ЕГЭ есть по такой дисциплине, как общество знания. Вот где еще такие знания по обществознанию можно получить, я не знаю. Здесь занятия начнутся по четвергам. Так же с октября месяца. Так точно. Значит, ну, я обращаю внимание на то, что, несмотря на то, что, вот, скажем, на электросире, на РМЗ, там действительно многочисленный профсоюз бахзащита на сировых машинах, 150, да, человек? Или 112? 154. 154 человека. Доверенности. А, доверенности. Но и тем не менее, вот обратите внимание, как перепугалась начальство. Если оно начало начальников цехов увольнять, где вот рабочие заседали, если оно женщину, так сказать, одну-единственную посадило там в комнату, изолировало там, всячески думало, как изолировать, чтобы, паси бог, кто-то не общался, это вот оптимистичную такую ноту вносит. Какой потенциал вообще у рабочего движения? И какая-то силища, и насколько вот эту силищу боятся? Это вот большой оптимизм здесь, я думаю, присутствует. Хотя там и грустно, что человека запирали там куда-то, но с другой стороны, здесь мы должны, и по большому счету, это, конечно, говорит о том, что победа рабочего класса неминуема, а вот когда она будет неминуема, это уже тут зависит нас. Кстати, после временем у меня здесь персонал, господин, который занимался моим увольнением, большую благодарность мне вынес за то, что мы научили их с нами бороться. Вот, ну, вот. Каждый шаг они знают, как на это ответить. Не, не знают они, как ответить. А этого они еще в расслабленном состоянии находились, не знают. Радная, ну, все, товарищи, давайте, товарищи. Спасибо, хорошего лета до октября. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok